Ну что, ребят, добро пожаловать на 16 этап Формулы 1 на Грампри России. И довольно необычное начало в том, что у нас нету квалификации. И почему её нету? Поскольку я брал новые элементы, которых, к сожалению, уже не могу взять без штрафа. Это был ДВС и ещё вроде пару элементов, связанные с гибридной установкой. Из-за этого я прошёл только в первом сегменте во второй и просто на это забил. Поскольку, ну окей, пройду я дальше, получу всё равно штраф где-то в 15 позиции. Поэтому я решил то, что зачем тратить износ лишний раз и просто поехать сразу в гонку. Поскольку это будет немного проще для меня и меньше потрачу, по крайней мере, реального времени на квалификацию, которой всё равно я окажусь позади. Ладно, переходим постепенно к стартовой решётке. И да, это вот тот момент, когда боты любят брать кучу штрафов. Ну, в принципе, конец сезона, как обычно, боты набирают их просто море. И они решили последовать моему примеру. На первом месте у нас Лэн Строул, на втором Чека Перес, на третьем у нас Лестебанкун. Четвёртый, Льюис Хэмилтон. Пятый, Кевин Магусон, шестой, Роман Грожан. Седьмой, Сергей Сироткин. Восьмой, Маркус Эриксон. Девятый, Шарля Клер. И десятый, Строфер Ван Дорн. И когда я, кстати, пропускал ещё квалификацию, такой подумал. Блин, сейчас опять играть симулирует так офигенно, что Вильямс опять где-то будет в середине. Ну, а я вспомнил то, что если ты не проходишь во второй, ну, не едешь во втором секторе и не вылетаешь в нём, то, в принципе, играть симулирует ещё более-менее. Вот, собственно, все штрафы и стартует по итогу на 17-й позиции. Должен был, по идее, без штрафов на 15-й, но со штрафами получилось даже на 17-й, хотя, по идее, должен был на 20-й. Стратегия стандартная, один пидстоп, и на гиперсофте мы едем почти половину дистанции. Если вспомнить реальную гонку в Формула-1 в России, то на гиперсофте было очень-очень трудно ехать, и он быстро плавился. Ну, ладно, переходим к старту. Старту я более-менее неплохо, пытаюсь сразу же уйти вправо, чтобы занять внутреннюю часть второго поворота, поскольку в нём можно будет немало позиций выиграть для себя. Собственно, там кто-то уже получил небольшие повреждения на старте, ну и позднее торможение, я обхожу Райкена и Хартли, и буду же пристраиваться к двум Рэдбуллам. Собственно, старт сетевая камера, как это было, и неплохо квалифицировались у нас две Форс Инди, и, конечно же, может быть, если бы я прошёл в третий сегмент, это было бы по-другому выглядело, стартовая решётка, но имеем то, что имеем. Также Сироткин взял немного штрафов, но, в принципе, думаю, у Вильямса здесь спокойно смогут прорваться, по крайней мере, Сироткин, именно, сможет прорваться. А вот Лэн Строу сможет даже оторваться, поэтому для меня это было некой проблемой, надо было как можно быстрее прорваться через весь пилотон, чтобы Строу к моменту пидстопа там не было от меня где-то уже в секундах 10-15, я должен был уже после пидстопа это как-то время сокращать. Да, темп у нас был очень хороший, также на этот стоп нам приехало только одно обновление из двух в отделе аэродинамики, что тоже заставило меня немного потрудиться в настройках, поскольку именно такие громадные обновления, когда уже приходят по аэродинамике, тут надо менять немного настройки, поскольку они очень сильно влияют на прижим. У нас сильно настройки не изменились, просто заднее крыло, именно на заднюю аэродинамику у нас приехало обновление, пришлось поставить поменьше угол атаки заднего крыла, но в принципе никаких изменений особо это не привело, то есть Блид ехал так, как в принципе ехал Вильямс в прошлом сезоне. И да, кстати, стоит напомнить то, что Россию я выигрывал в двух прошлых сезонах, в первом и во втором, поэтому будет неплохо выиграть ее и в третьем сезоне, конечно было бы неплохо, если бы выиграл и Серовскин ее, но мы бы теперь в разных командах, поэтому помогать я ему особо в этом не стану. Также вот у нас постепенно происходят обгоны, позади контакты, мы видели как Рэдбула не поделили немного дорогу вместе с Феррари, втроем они входили в поворот и по итогу один Рэдбулл остался за бортом. Ну, для меня это уже не важно, я еду вперед, прохожу уже бодоса за счет слепстрима на обратной прямой и уже пытаюсь дотянуться сразу же до Леклера. В принципе, это более-менее сделано, но опередить его, к сожалению, в третьем секторе очень сложно из-за обратного бэнкинга в этой части поворота, поскольку сцеплению не хватает, болиду на первых кругах, потому что шины не прогреты особо, ну и плюс погода у нас не особо теплая, поэтому шины не особо и быстро прогреваются. Пытался его, конечно, опередить в одном из последних поворотов, но, к сожалению, не получилось, поэтому предстоит отложить атаку до старта финишной прямой, где у нас будет уже хотя бы слепстрим. Собственно, без каких-либо проблем со слепстримом я догоняю Лекляра, пусть у него есть слепстрим от Вандорна, но у нас больше скорости на прямой и спокойно его обхожу во втором повороте. Конечно, довольно интересно, что у нас за Вандорном пришлось много поехать, где-то полкруга, но на обратной прямой, довольно даже далеко находясь от него, позднее боли торможения, спокойно залетаю в апекс поворота и обхожу его и уже преследую Эриксона. Также, кстати, на этом этапе очень дает неплохие преимущества прокачанный ДВС, поскольку весь этап я ехал в обогащенном режиме и также в режиме хот-лапа. Собственно, из-за этого у меня было побольше мощности по отношению ко всем и без каких-либо проблем, опять же, напрямую это мне давало те же преимущества, потому что я разгонялся на уже последних передачах еще быстрее, чем другие оппоненты. Конечно, может, Вильямсы также примерно едут, поскольку у них должен быть уже полностью почти прокачанный болид, как я думаю, может быть, пару модификаций осталось, но не более. В основном, я думаю, там, из-за стойкости у них остались модификации. Собственно, Эриксона я опередил на торможение и также еще смог дотянуться до Хаса. По итогу мы бок о бок вошли, конечно, да, он не ожидал такого, я думаю, поворота событий, то, что вот Макларен просто вылетит в апекс поворота и просто начнет его проходить. Также у нас был еще впереди контакт, вот как он произошел. Именно Форс Индия ошиблась на торможении, пролетела из-за этого, не очень грамотно вернулась, ну и точнее даже Магнус не затормозил и по итогу Магнус получил повреждение переднего антикрыла. Также я чуть не получил эти повреждения из-за того, что Магнус застопорил Хэмилтона, Хэмилтон еще ошибся в торможении, но благо обошлось все и без повреждений. Обошел я без проблем Хас и уже между собой позади они начали разбираться. Собственно, Граждан смог опередить Магнусона и Магнусон начал там проигрывать позиции. Потом уже и до Хэмилтона я дотянулся на обратной прямой и уже передо мной был Акон. В принципе, прорыв прошел неплохо, третий круг и уже пятая позиция, впереди меня две только Форс Индии, также Сироткин недалеко от этих Форс Индии, ну и Стролл где-то в 3-4 секундах от Сироткина. Так что, в принципе, Стролл не оторвался, поэтому гонку выиграть можно еще без каких-либо особых проблем. С Акон у меня поучился разбираться без каких-либо проблем за счет Слепстрима и Дрессена, старт-финишной прямой. Я еще и вышел прямо позади него, так что еще до точки открытия крыла его смог обойти, но слава богу, еще и на точке детекции я был позади него. За счет чего я смог еще быстрее разогнаться и чуть больше времени за счет этого приобрел. Собственно, вот как у нас обходили все этот Хас, то есть с этим Хасом у нас было немало столкновений, поскольку он собирал позади себя пилотон, благо Вандорн обошел без каких-либо проблем и без столкновений самое главное. Но вот Мерседесу вроде бы Боттесу не повезло. Хас решил произвести брейк-тест Мерседеса, из-за чего Мерседес просто влетел в Хас и потерял переднее антикрыло. По итогу для Боттеса гонка, так сказать, может была закончена, поскольку ему надо было сделать этот пидстоп для замены антикрыла и пойти там на стратегию вроде два пидстопа у меня получилось. Потом позади еще Феррари начала бороться с Рено и в принципе боролись не на равных, в третий сектор они прошли бок о бок, но на стартовой прямой все-таки Реношка за счет лучшего выхода смогла опердить все-таки Феррари. Конечно, это вот был Рейхен, постарался он атаковать вновь Рено, но это не получилось, в втором повороте Реношка сохранила свою позицию. На том же четвертом круге на обратной прямой я уже догнал и Переса, без каких-либо проблем обогнал и уже надо было начинать погоню за Вильямцами. Но посмотрим, что у нас вообще происходило в течение гонки. Проводилась у нас борьба между Феррари и Рено уже чуть позже, где-то на кругу пятом-шестом. Боролись не во втором секторе, в немного узком секторе, тут трудно опердить, но Рено попыталась, к сожалению, у Феррари был лучший выход, за счет этого она выигрывает позицию, но ненадолго, собственно, очень плохая траектория входа в левый поворот, потом на выходе у Рено было больше скорости и потом еще Феррари решила прям вот как можно ближе к Апексу поворота начать проходить поворот, из-за чего еще был медленнее выход из поворота, из-за чего Рено вышло быстрее. Также за счет ДРС и Слепстрима смогла без каких-либо проблем опередить эту Феррари. Ну и также у нас позади еще боролся Феттель с двумя Рэдбулами, причем борьба у них была же тащенная, такая же как у Рено с Райкененом. Собственно, также вроде бы Рэдбул вышел чуть лучше, но по итогу Феттель смог поравляться обратно с этим Рэдбуловым и такое же прохождение поворота, как и у Райкенена было. Также два этих поворота он прошел, пытался закрыть траекторию, из-за этого хуже вышел, и по итогу оба Рэдбула за счет ДРС и Слепстрима обошли эту Феррари без каких-либо проблем. Также еще и подъехал второй болид Рено, и такая же небольшая борьба у них завязалась между Феррари. Ну окей, вернемся теперь к моей борьбе между первым Виллинсом в виде Сироткина. Догнал я его уже на пятом кругу, проехал в первый сектор за ним, никак не мог его опередить, по итогу решил подождать обратной прямой, где у меня будет уже преимущество в виде ДРСа. Но, Сироткин ошибается в торможении, и улетает с траекторией, по итогу я слава богу не столкнулся еще с ним, и я прошел на вторую позицию. Чуть позже у нас сошел еще Феттель, решил он так еще врезаться в отбойник, показать, что типа, насколько он обижен этим сходом. И возвращаемся опять же в борьбу между мной и Стролом. Строл совершает идентичную почти ошибку с Сироткиным, но тут он потерял меньше времени, как Сироткин, и по итогу он оказался позади меня. В суде у меня было очень плохо, поскольку он имел и Слипстрим, и ДРС. Что означало, что он без проблем меня сможет обойти на обратной прямой, и у нас борьба еще продолжится некоторое время. Так оно и происходит, в принципе, начинаю за ним ехать, поскольку у меня ничего другого не остается. Конечно, можно было попытаться атаковать на более позднем торможении, но я решил лучше как-то более сего проехать, чтобы не ломать преднете крыло и не терять лишнее время. Также у меня вот уже шины потихоньку уже уходили, поскольку я агрессивно проходил большую часть трассы во время прорыва, поэтому надо было как-то экономить еще резину. Ну, это не особо у меня выходило, по итогу она у меня подошла уже постепенно, но на девятом кругу уже за счет Слипстрима и того же ДРСа спокойно догоняя Строла, хотя он смог отрываться за счет лучшего выхода. Конечно, я к нему близко подъехал, но атаковать не особо смог. Хотя он сам смещается на внутреннюю часть поворота, я поздно торможу слишком, из-за этого улетаю с трека, и мы начинаем проходить затяжной левый поворот почти бок о бок, но Строла был чуть лучше выход. Но в четвертом повороте за счет позднего торможения спокойно обхожу Строла, и по сути для меня на этом гонка заканчивается, поскольку после этого у меня не было никакой абсолютно борьбы, максимум была борьба со круговыми, но это борьбой особо не назовешь, просто проходишь более медленные болиды. По итогу первое место для меня, второе и третье место для Виннисов снова, ну и посмотрим, где у нас приехал Вандоран. Жидаю, конечно, что он приехал хотя бы в очки, и в принципе, да, он приехал в очки, это вроде была восьмая у него позиция с провалом с двенадцатой. Ну что ж, по поводу этапа, в принципе, как обычно, темп был очень хороший у меня, смог спокойно прорваться с семнадцатой позиции, и теперь мы будем ждать обновления в Японии. И эти обновления в Японии будут очень и очень важными, поскольку у нас будет выровнена уже аэродинамика, будет по максимуму снижен вес, и по максимуму будет распределен этот вес ровно по болиду, за счет чего у нас будет меньше инерции в поворотах, и поэтому болид более будет стабильным. Собственно, такие у нас итоги. По контактам у нас они были на первом круге, было немало их во втором повороте, но потом ближе к середине дистанции борьба, как обычно, закончилась. К сожалению, ну, это у нас как обычно происходит, после пистопов все заканчивается. Постепенно выигрываю у нас соперничество, со струнным я его, скорее всего, выиграю, если у нас приют все обновления в Японии, и ничего не провалится, и не придется тратить снова лишний ресурс, как пришлось здесь потратить. Вот казалось бы, вроде бы, шанс на то, что не приедет обновление где-то процентов 5-6, но оно не приезжает. Хотя, казалось бы, вот за Вильямс, наоборот, я брал обновление, которое там с 20-30% шансов могли не приехать, но они приезжали все равно. Вот некая такая карма за то, что вот в Вильямсе тебе все приезжало, а тут Пущатья не будет, пожалуй, приезжать. Контракт у нас я пытаюсь хоть как его изменить, но кроме как ожидаемых позиций он никак не меняется, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Бонусы у нас все те же. Хотя вот довольно странно, как-то работает это. В Вильямсе хотя бы ценность повышалась моя, а тут выигрываешь, не выигрываешь, она хрен повышается. Да, я понимаю то, что по идее здесь приехал не на той пиздец, которая должна была в квалификации, но все же, я же выигрываю. Ладно, на этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok